Что вы сказали вашей команде в перерыве? И что вы поменяли в игре? Потому что в первом тайме вам сложно было удерживать мяч, а во втором тайме все было супер. Я считаю, что мы хорошо начали, но затем мы пропустили гол, и после этого начали играть скованно. И из-за этого у нас многое не получалось. На этом этапе турнира никто не играет рискованно. Никто из игроков не тянет на себя одеяло и не бежит вперед. Именно поэтому после пропущенного гола мы выглядели скованно. Концовка второго тайма была неплохой. И также начало. Во втором тайме мы были более агрессивными без мяча. В первом тайме этого не было. В целом второй тайм был намного лучше. Мы быстро возвращали себе мяч. Хотя это непросто. Особенно учитывая построение наших соперников. С Неймаром, Верати и Димарией на нашей половине поля. Все эти игроки очень опасны. Особенно Мбапе на острие атаки. Но мы начали играть агрессивнее. С полной отдачей. Мы создавали опасные моменты. И могли забивать больше. Сейчас половина работы уже позади. Все очень просто. Если мы будем играть скованно и не так, как играем обычно, ПСЖ сможет обернуть все в свою пользу. Но если мы сыграем так, как во втором тайме, или так, как против Дортмунда и Астонвиллы, где мы показали, кто мы такие, то мы сможем выйти в финал. Вы сказали, что в ответном матче вы должны оставаться самими собой, чтобы пройти дальше. Но все же у ваших соперников очень сильная команда. Они могут показать характер в ответной встрече. И также выйти в финал. Да, конечно. Конечно. Я так выразился. И людям может показаться, что это просто. Но это далеко не просто. Я сам был футболистом и понимаю, что это нелегко. Нужно понимать, что мы играем против команды, которая забила 4 гола на Камп Ноу. Они забили 3 гола в Мюнхене против чемпионов прошлого года. Этот ПСЖ способен сделать все, что они захотят. У них есть все необходимые качества. И когда ты начинаешь матч против такой команды, ты играешь осторожно. Но в хорошем смысле. Я на это вообще не жалуюсь. После первого тайма я сказал, ребята, я вас понимаю, я не жалуюсь. Я понимаю, вы чувствуете ответственность. Потому что на кону выход в финал. Но вы должны справиться с этими ощущениями. Будьте собой. Не нужно стесняться. Если проиграем, то проиграем. Попробуем в следующем сезоне. Просто играйте в свой футбол. Мы должны были стать агрессивнее. Что определяет нас как команду. Мы стараемся отвоевать мяч как можно быстрее. Так выходите и попытайтесь это сделать. И они смогли. И я восхищаюсь тем, как они изменились во втором тайме. Изменились в лучшую сторону. Для меня это многое значит. Как правило, в таких ситуациях, когда ты начинаешь плохо, так продолжается до конца. Ты проигрываешь 3-0, и все закончено. Но все было иначе. В конце первого тайма мы уже играли лучше. Я сказал им, играйте точно так же. Во втором тайме они так и сделали. И затем, можете называть это удачей. Но мы забили 2 гола. Первый тайм вы отыграли очень хорошо. Но как вы думаете, что произошло во втором? Во втором тайме ПСЖ начал отходить все глубже и глубже в защиту. Возможно, команда потеряла уверенность в себе. Что это было, по вашему мнению? Я думаю, первый тайм мы отыграли очень хорошо. Мы были лучшей командой на поле. А что касается второго тайма, у нас был очень хороший момент, когда Мбапе простреливал на Марко Вератти. К сожалению, мы не забили. И затем мы пропустили 2 гола, что является достаточно сложной ситуацией. Потому что сейчас при счете 2-1 ощущение не самое лучшее. Потому что мы проиграли. И можно сказать, что эти два гола полностью изменили наши ощущения от этого матча, которые у нас были ранее. Но в целом, сегодня мы играли хорошо. Мы неплохо выступали против очень хорошего соперника в лице Ман-Сити. Особенно мы были хороши в первом тайме. И также в начале второго. Я считаю, мы были лучше, чем наши оппоненты. Но в итоге впечатления от матча испорчены. Потому что мы проиграли. Теперь мы отправимся в Манчестер. С мыслями о том, что нам нужно побеждать. Забив как минимум 2 гола. Видео переведено и озвучено специально для канала Спорт.Юэй. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.